Роза Nautica, новинка от Cordes, кстати немножко пахнет, но она поздно расцвела, потому что она на северной стороне находится. Сейчас надо единицы поставить, вот зимой я покупала и вот сюда ее посадила, чтобы немножко как бы ствол цвет лагуны задекорировать, можно так сказать. Так, кстати, тут краткая аннотация, вам сейчас прочитаю. Сколько дней стоит, не знаю, вчера раскрылась. 70 сантиметров в высоту, значит, флорибунда, АДР знак у нее, презентация была в семнадцатом году, кистевая роза цветет с июля, ну вот с июня по ноябрь. Солнечные места, в марте обрезка до 15 сантиметров. После цветения бутоны обрезать до половины, в коршок на террасу можно сажать. Такая вот краткая информация. Цвет у нее лавандовый, но посмотрим. Ну не такой сейчас это, сейчас время 8 часов, поэтому и так она выглядит. Ну, тика красавица, радует. Вот новинка. Сейчас скажу какого года. Не делала я такого, семнадцатого года. Корлес. Смотрите, цветы достаточно долго держатся. Вот такой красивый цвет. Вот это уже стареют цветы, они становятся немножко сероватые. Растет она у меня в патимах практически. Видите, она за стенкой. Ой, не буду я вытаскивать. Вот так вот. Видите, серенький. Тут уже серо-голубой становится. Пахнет необычно. Запах необычный. С другой розой не спутайте, в общем, запах. В принципе, можно найти описание этого запаха. Вот такая вот она. Невысокая кистевая флорибунда. Вот. Я такие маленькие видео делаю по мере цветения. Потом в общий файл объединил. Вот обратите внимание. Оно у нас сейчас тоже на скидках. Что-то восемь евро, по-моему, стоит. Ну, в таком контейнере и стакане. Вот. Это ещё как бы романтично. Надо как-то сфотографировать. Ой. Среди палок, да? Продолжение следует... Продолжение следует...